Чтобы нам сделать нормальный шаг, мы работаем всеми цепями. Вы помните, у нас включается передняя цепь с этой стороны, мы выносим ногу вперед за счет подвздошно-поясничной и всех остальных мышц, придерживайтесь за меня, выносим ее вперед и ставим ногу на пяточку. Так? Это у нас фаза идет опорой, опорой на пятку, стопа у нас поднята вверх. Очень хорошо это отслеживать, когда человек ходит в шлепанцах. Для того, чтобы шлепанцы не упали, он все время эти пальцы поднимает наверх. Все время. А когда он не в шлепанцах, это тоже хорошо видно. А вот когда он в туфлях, в сапогах, он это не делает. И эта стопа не работает. Следовательный цепь не работает. Он просто как-то ковыляет ногу вперед выбрасывает, не важно, чем тазом, шеей, не важно. Я не говорю о том, что мы должны ходить босиком, потому что у нас везде асфальт, бетон, и это для нас тоже неприемлемо. Итак, опора на пятку. Что с этой ногой происходит? В этот момент, пусть для устойчивости пока он стоит так, в этот момент вот эта вот нога, которая осталась сзади, она должна выполнить толчок. За счет чего? За счет того, что активизируется задняя миофасциальная цепь, вся полностью, и человек становится на передние отделы стопы, у него активизируется задняя цепь за счет напряжения флексоров первого пальца, короткий флексор первого пальца стопы, он входит в эту цепь, помните, да? У него собирается подошвенный апоневроз, отсюда идет импульс всей энергии на всю эту цепь, и включается вся эта цепь. И это у нас идет фаза толчка, он толкается. В этот момент у нас эта стопа опирается на поверхность, и через эту ногу, как через шест, происходит фаза переката. То есть главной ногой, которая выполняет движение, является не передняя нога, а задняя нога, потому что именно этой ногой человек выполняет толчок. А через переднюю ногу он просто, как через шест, перекатывается. У нас же в повседневной жизни все наоборот. Вот мы первую переднюю ногу ставим, а заднюю подтягиваем. Эту ставим, а эту подтягиваем. И это биомеханически не совсем правильно. Когда выполняется толчок и напрягается вот здесь вот подошвенный апоневроз, активизируется вся цепь, включается ягодичная мышца. После того, как у нас фаза... Но у нас возникает момент такой, когда у нас человек стоит на двух очень маленьких точках опоры. Здесь на этих пальчиках, а здесь на пяточке. Вот это самая неустойчивая позиция. Поэтому мы ее как можно быстрее стараемся преодолеть. И во время ходьбы мы ее практически не замечаем, потому что мы вот так вот переваливаемся через эти точки. Теперь, для того, чтобы правильно осуществлялся это движение и наиболее эффективно, с минимальными затратами энергии, нам необходимо, чтобы работали правильно стопы. Что должна делать стопа, которая находится впереди? Теперь становимся вот так. Разворачивайтесь, просто разворачивайтесь. Что должна делать стопа, которая находится впереди? Она не должна просто с пятки опуститься вот так плашмя на пол. Она должна выполнить следующее движение. Опора на пятку, потом идет опора на наружную поверхность стопы, потом идет опора на головки всех плюсневых костей, и потом после этого идет дальше движение. Должно быть обязательно вот такой вот перекат. Если вот такой перекат осуществляется, то это оптимальный моторный паттерн. Если не осуществляется, и стопа просто шлепает, если она на внутреннюю поверхность стопы опирается, то здесь, в этом случае, цепь не активируется, и перегрузка идет мышц и связок. Во время, когда человек просто стоит, и у него вот так стопа, мы это называем вальгусная стопа. Да? Вальгусные вклонения в голеностопном суставе. А когда во время движения происходит вот это вот, то это называется гиперпронация стопы. И если мы видим, как человек идет или бежит вот с этой гиперпронацией, то можно сказать, что он далеко не убежит. Потому что перегрузка приведет к тому, что будет повышенная утомляемость, возникновение боли и так далее. Что касается стопы, которая находится сзади. Очень важно, чтобы здесь было нормальное движение в первом плюснефаланговом суставе. Потому что толчок происходит именно от первого пальца. Если первый палец не двигается, то этого толчка оптимально не происходит, и задняя цепь не включается. Маленький пальчик, вот такой, маленький пальчик совершенно, вроде такой маленький пальчик. Но он не включает всю заднюю цепь. И ожидать от того, что с этой стороны ягодичная мышца будет объемная, красивая, в тонусе и сильная, не приходится. Потому что при движении, когда должна быть экстензия, ягодичная мышца, главный агонист экстензии, она не включается. И экстензия выполняется поясницей, откуда она и болит. Либо выполняется хамстрингами, тогда может боль быть в области коленного сустава, в области седалищного бугра. То есть как угодно. И ягодичная мышца оплывшая. И мы начинаем искать, почему же она оплывшая. А, наверное, у него простатит. А, может быть, это там еще что-то. Но нужно посмотреть, что сколько бы мы с мышцей не работали, главная функция, которую она должна выполнять, она не выполняется. Потому что у него, оказывается, вот здесь когда-то была травма. Палец остался на месте, но он не двигается. Там уже такой артроз, что движений там никаких нет. И он уже всю жизнь формировал атипичный моторный паттерн экстензии бедра с нарушением двигательного стекла. Друзья, вы на канале Прикладная кинезиология ОПК. Для того, чтобы всегда быть в курсе наших новых видео, нажимайте на кнопку в левом углу экрана и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Ну а прямо сейчас вы можете перейти на следующий видеоролик и посмотреть, что интересного есть по Прикладной кинезиологии. Прикладная кинезиология ОПК – все самое полезное и интересное для личностного и профессионального роста. Прикладная кинезиологии ОПК. Продолжение следует...